Демоны наказываются за свои промахи высшими демонами. Ангел-хранитель Богом. Так ли это? Что касается взаимоотношений демонов друг с другом и ангелов друг с другом и с Господом Богом, нам неизвестно. Хотя можем в житях святых и в книгах известных христианских богословов что-нибудь на эту тему прочитать. Но надо помнить о том, что всё-таки все они пытаются говорить о несказуемом. Ну, по поводу ангелов что-то можно сказать. Во-первых, они живут в мире любви. И, как мы читаем в догматическом богословии, что настолько укоренили свою волю в послушании Господу Богу, что уже не могут не слушаться Его. И не могут не пребывать в Его любви, не могут не совершать Его волю. И всё дальше, дальше и больше совершенствуются в этом. Это совершенство бесконечное. Ему бесконечен тот, кто является сверхсовершенством. И поэтому какое может быть наказание Господом Богом ангелов, которые всегда делают то, что Он им повелевает? Не может быть прислушания, Его нет. Ведь мы же предполагаем наказание только за то, что какой-нибудь ангел прислушается, не исполнит указания. Давайте судить по взаимоотношениям Бога с ангелами не по каким-нибудь американским сериалам и по каким-нибудь художественным книжкам, а всё-таки по тому, что нам говорит Писание или квитэссенция всего сказанного здесь, такой некоторый концентрат в догматическом богословии Православной Церкви. А что касается того, что демоны наказываются за свои промахи высшими демонами, ну, в принципе, возможно, потому что там царство зла, царство ненависти, царство злобы, боли, ненависти. Почему бы и нет на самом деле? И это очень хорошо описывается, если честно, в книге Клави Стелл Базельюиса «Письма Баламута». Там аскетика наоборот, там говорится о том, как старший бес учит младшего бесёнка погубить душу его подопечного. И когда у того не получается, то вот ему постоянно грозит какими-то жуткими страшными муками. Может быть, как-то так оно и есть. Понимаете, вполне это соответствует тому образу взаимоотношений нелюбви, вражды и ненависти, которая царит в царстве сатаны. Может быть, как-то так оно и происходит. Но всё равно тайна из себя велика есть, и, мне кажется, даже размышлять на эту тему не очень душеполезно. Во всяком случае, как бы там ни было, на наше спасение это никаким образом не влияет. Главное, чтобы мы не слушались подсказок бесов, а слушали то, что нам Господь говорит напрямую через Писание или нашёптывается нашим ангелом-хранителем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...